Я хотел сегодня коснуться некоторых аспектов, связанных как раз с освящением и, собственно, на что такое святость. И когда мы говорим слово святое, каждый из нас предполагает что-то свое на самом деле. И, возможно, каждый даже в этом прав. И слово святость – это такое интересное слово, которому нет четкого определения в Библии. Есть много книг, которые написаны, в принципе, что такое святость. В Библии мы находим, на самом деле, некоторые определения, но они как бы не отражают, наверное, всей полноты того, о чем мы говорим. И слово святое, вы все это, наверное, хорошо знаете, оно переводится как отделенное, можно перевести «другой», совершенно непричастный вот к тому, что есть, что-то совершенно непохожее на, скажем так, на нас. И один из самых ярких примеров, который иллюстрирует нам слово святость – это видение славы Божьей, которое мы находим у Исаии, по-моему, там еще где-то есть в Откровении. Существа небесные, серафимы, находятся вокруг Божьего престола. И они, что они делают, они постоянно видят славу Божью перед собой и определенным образом на эту славу Божью реагируют. Для того, чтобы немножко понять, о чем идет речь вообще, что такое эти серафимы, что такое вот эти существа Божьего мира. Если мы посмотрим на книги пророческие, если мы посмотрим, может быть, на какие-то записи, откровения людей, которые имели возможность находиться в духовном мире, видеть мир Божий, то одна из основных проблем, с которой сталкиваются эти люди, сталкиваются их читатели – это проблема назвать того, что они там видят. И проблема не в том, что там все смазано и размыто. Наоборот, наши слова достаточно смазаны и размыты для того, чтобы дать четкое определение тому, что мы там видим. И когда человек попадает в мир Божий, есть даже такое определение у богословов старых, они называли это состояние «божественный мрак». Не в том смысле, что там темно. Есть такой стих, по-моему, «в салмах облако и мрак окрест его». Это не значит, что Бог в темноте находится. Это значит, что когда попадает туда человек в разуме, он видит что-то, но у разума нет названий. Как вот этой категории назвать, каким образом описать. То есть разум не знает, что это. Он понимает, что информация поступает, то есть какое-то восприятие поступает, а классифицировать это нет никакой возможности. То есть ты понимаешь, что ты что-то видишь, ты понимаешь, что ты где-то находишься, но даже само понятие «видишь, находишься» оно как бы не вполне отражает то, что происходит. И поэтому разум он растерян, он находится в полных путемках, он не знает, как назвать эти вещи. То, что окружает Бога, на человеческий язык практически непереводимо. И я приводил иллюстрацию такую, говорю о том, что, знаете, собаки, кошки, они видят мир иначе, чем мы. Они видят его в таком однотонном цвете, можем сказать, в сером цвете, пускай, да, там может быть не совсем серый цвет. То есть они не различают оттенки цветовые, как различаем их мы. Для них есть там разные оттенки серого. И вот представьте себе, в какой-то момент какая-то кошка или собака, она вот вместо того, чтобы заниматься своими там кошачьими, собачьими делами, ловить мышей или гонять котов, она вдруг села и устремила свой взор в небо. И сидела долго, вглядывалась туда, и вдруг что-то произошло, поменялись краски, она увидела голубое небо. И это ее так поразило, она не знает, что это такое, она понимает, что что-то пришло, как это назвать. То есть это какой-то совершенно новый серый цвет. Я такого оттенка даже не знаю. И вот впечатленная, пережитым, эта собака или кошка идет к своим сородичам и говорит, вы знаете, я вот видела совершенно другой какой-то цвет, какого вообще нету в природе, вот такой цвет, которого нету. И у нее проблема с тем, как этот цвет назвать, мы-то знаем, это голубой, да, а для кошки, для собаки, это все мяу там или гав. Вот, то есть нету даже названий для этого цвета, потому что нету в таких категориях. И вот проблема в том, как понять, что ты увидел, и как объяснить другим, что ты увидел. Самое лучшее в этом случае, наверное, будет слово, это не похоже ни на что из известного нам. И вот это слово, это святое, не похоже ни на что из известного нам. И вот если мы посмотрим на этот мир Божий, вот эти серафимы, которые иногда у Езекииля, по-моему, не названы там животными или херувимы. Вот это слово животное, оно неправильное такое, это плохой перевод в нашем случае. Животное мы представляем сразу какого-то зверя, там, корова, лошадь, да. На самом деле животное, правильнее было бы перевести живое существо. Почему? Потому что вот пророк видел, и вот в Откровении тоже там четыре животных. То есть пророк видел это существо, и все, что он мог о нем сказать, это что оно живое. Сложно было понять, кто это. Оно чем-то было похоже вот на то, и там часто встречается слово как бы, некое подобие там, похожее. То есть однозначно можно было сказать, оно живое. Оно живое, и вот не похоже ни на что. Потому что если мы попытаемся даже представить то видение, которое видел Езекииль, станет понятно, почему он упал, потом и пролежал. Потому что это действительно взрыв мозга. То есть представить подобные вещи невозможно. Там для начала вспомнить вот эти существа, которых четыре лица, все направленные в разную сторону, и идет он одновременно, движется на все четыре стороны. Как это? Непонятно. Просто увидеть это, это уже ты испытаешь шок. Крылья, колеса. Да, крылья, колеса, исполненные черепи. То есть это, ну, я понимаю, что он там видел, на самом деле, что-то другое. Он как много писал. И я знаю о том, что вот я когда-то рассказывал, у меня было в жизни пару таких переживаний, особо близкого соприкосновения с Богом. Я понимаю, что есть намного, наверное, более глубокие вещи. Вот, ну, для меня это было, наверное, такие самые пиковые моменты. И вот в один из них я потом пытался вспомнить и воспроизвести это переживание, у меня не получилось. И я молился, и Бог дал буквально такое объяснение, вот этот стих из Первого Коринфяна, что мы видим, как сквозь тусклое стекло гадательное. И вот переживание, это лучше всего я могу объяснить как. Вот такое впечатление было, что на какое-то мгновение, там даже время несложно было понять, я не знаю, сколько это продолжалось по времени, это тусклое стекло исчезло. И вот все как бы стало понятно, все стало на свои места, все стало очень логично, очень как бы гармонично, все стало невероятно, а потом оно обратно, бах, вернулось. И ты сидишь и думаешь, ну, вроде как бы, знаешь, оно есть по-другому, а как объяснить, вот, чувствуешь себя как-то собака. То есть ты сам не понял, что ты увидел, и как это объяснить. И вот слово «святой», оно подходит для этого лучше всего. Ни на что не похоже из известного она. И вот эти серафимы, эти существа, которые находятся вокруг славы Божьей, они созерцают Бога, вечно его созерцают. И вот этот серафим, он смотрит на Бога, ну, условно говоря, да, мы так снизойдем на жизнь, смотрит, и он понимает, что то, что он видит, вообще не похоже ни на что из того, что он видел до этого. И он говорит «свят, свят, свят». Он движется дальше, он видит какой-то новый аспект Бога, и он понимает, что то, что он видит, не похоже ни на что из того, что он видел до этого, включая то что 2 секунду назад и он опять говорит свят святы единственное что может сказать серафим созрецая бога это свят даже для вот этих небесных существ которые находятся со славой божьей бог настолько иной настолько качественнее я не знаю как выше красочнее что просто другого слова нету свят все что они говорят свят 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 потому что и каждый раз они видят что-то новое в боге это что они видят она вообще не похожи на все то что они видели в бургии раньше то есть каждое мгновение не получать куда новое откровение но и познание бога этот познание вообще не похоже на все это познание бога которую у них было в mouth не говоря уже о всем остальном что не есть как он и все что они говорят они говорятс и вот очень интересный момент лучше когда мы читаем о святости в Ветхом и Новом Заветах, то там вот все, о чем мы сейчас так красочно рассказали, да, и даже не очень красочно, можно было бы найти получше слова, какие-то образы, но все это сводится к очень простым каким-то таким порой даже банальным вещам. И если мы поговорим о святости, то мы увидим, что есть несколько важных причин, для чего святость, собственно говоря, нужна, в чем ее ценность. Я хотел бы остановиться на двух из них. Первое, это первое послание к Фессалоникийцам 5.23. Вы его, наверное, знаете, этот стих, я так предполагаю, может быть, вы не знаете, что это первое к Фессалоникийцам 5.23, но вы его точно слышали. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, душа и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». То есть здесь мы видим определенную взаимосвязь между святостью, освящением и целостностью личности. Да, я оговорюсь, то, что мы говорим, святость, это в принципе то, что принадлежит Богу. Это само описание Его природы, Его сути. Бог святой. Это Его мир, Его сущность, Его следа обитания, как бы мы это ни назвали. И вот первое, о чем говорит апостол Павел, это то, что святость определенным образом взаимосвязана с целостностью личности. И второй момент, это первое послание к Коринфянам, 3 глава, 17 стих. 1 Коринфянам, 3, 17. «Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а храм этот вы. Храм Божий свят, храм Божий – это церковь, и святость принадлежит церкви. И определенным образом мы можем сказать, что святость, освящение есть ключ к целостности церкви, есть ключ к церковному единству. Целостность церкви – это результат освящения. Вот эти два момента я хотел бы сегодня затронуть. То, что освящение, святость – это то, что дает возможность быть целостной личностью, это то, что дает возможность быть целостной церковью. Если мы говорим вообще о святости, то здесь надо выделить пару моментов. Первое – это то, что есть как бы не то, чтобы два вида святости, а мы верующие люди, мы причастны к святости в нескольких проявлениях. То есть первое – это то, что есть святость, которая принадлежит церкви. Написано, Бог осветил церковь свою, а Христос умер для того, чтобы ее осветить. Святость принадлежит церкви. Если мы посмотрим тот же самый апостол Павел в первом послании к Оринфянам, он когда пишет церкви, он приветствует ее, он говорит, что письмо там освященным, избранным или призванным святым, то есть он как очень так конкретно во всяком послании, мы видим, это не только Павел, это и Петр пишет, о том, что церковь есть народ святой, избранный, об Израиле было сказано в Ветхом Завете, то, что вы должны быть у меня народом святым, народом священником, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, народу Божьему принадлежит определенная святость. И сама твоя принадлежность к народу Божьему, она уже говорит о том, что ты святой. сама принадлежность к народу божьему уже говорит о том что ты святой и при всем при этом если мы будем читать послание коринфянам дату увидим что вот эти призванные святые освященные славные так далее это были люди с огромными проблемами это были люди у которых церкви происходили страшные вещи там была очень сильная социальная несправедливость богатые там приходили было много говоря причастие для богатых одно для бедных там какой-то парень начал сожительствовать со своей тещи и сильно этому возгордился это для меня как бы самая такая загадочная штука я так понимаю что тоже человек дошел до полного безумия в своем грехе нужно обычно знаю все это анекдоты о тещи да то есть какие отношения взять из тещи да то есть там как бы просто в мире жить это уже как бы большое достижение а этот человек он уже дошел до того безумия начал с тещей сожительства то есть это ни в какие рамки не входит и при всем при этом церковь названа святой и если вы помните была такая тоже ситуация в народе божьем народ божий назван святым веткам завете но это же далеко не всегда висит от ранее более того главная ситуация описано в библии когда никто корей там и прочие с ним друзья вот они решили то есть они начали говорить мы все чтобы что мы все святы весь народ свят поэтому мы все можем приступать к богу мы все можем перед ним священно действовать да там каждый может взять к деятельность по сути они говорили правильные вещи корей там еще за три тысячи лет до лютера он уже как бы въехал в эту идею все еще священство верующих людей да и это новая была мысль борисею бог сказал буквально там за пару глав до этого что так или иначе весь народ свят вы все будете у меня царством священников что значит священие священник может предстоять богу и корей со своими друзьями они пришли к моисею сказали сказать то же самое что бог сказал мы все говорят мы все святы мы все можем говорить с богом не только ты и арон нам не нужны посредник и в принципе это было то чего бог хотел для народа но мы видим судьба корея было очень плачевно вместе с его там с товарищами под ними разверзла земля они живыми сошли куда-то туда преисподнюю неизвестно даже куда то как елок там и или я были живыми вознесены так и живыми сошли это страшные вещи произошли хотя при всем притом говорили они как бы вроде правильно и и вот первый момент вот корей и некоторые другие не может быть этого дела не понимали не понимают сегодня святость принадлежит церкви божьей и любая причастность к церкви так или иначе то есть момент твоего освещения это как вопрос гражданства если мы возьмем например американское гражданство с украинским пока мы не можем к сожалению этого сказать вот американское гражданство дает тебе определенное преимущество если у тебя есть паспорт гражданина сша с america она очень сильно поддерживать своих граждан по миру то есть да если там где-то захватили американца то высылается спец подразделения там консулы от и ездят как бы ну государства так или иначе работает на престиж своих граждан в мире лучше может быть чем другие какие-то государства взяли америку для сравнения есть другие государства америко в этом плане она достаточно хорошо здесь если у тебя есть паспорт гражданина Америки, ты можешь без визы поехать в очень много стран. Если у тебя есть паспорт гражданина Америки, ты можешь легко открыть бизнес. Достаточно 5 минут для того, чтобы открыть бизнес. Пришел, зарегистрировал, не надо собирать кучу бумажек. Есть какие-то плюсы от самого факта того, что ты гражданин США. То есть там у тебя есть какие-то социальная поддержка, которая в других странах может быть где-то больше, где-то меньше. Тем не менее, есть определенные плюсы. Есть определенные возможности. Но при всем при этом, мы же понимаем, что есть очень много американцев, которые свою жизнь профукали. Имея такие огромные возможности, они нигде никогда не ездили. Они нигде никогда не были, кроме своего села. Имея возможности заниматься бизнесом, они никогда ничем не занимались. То, что наши бизнесмены мечтали бы оказаться предпринимателем в той ситуации, многие люди, которые там имеют эту свободу, они никогда не воспользовались. Многие, которые имели там возможность на реализацию каких-то своих религиозных или гражданских прав, там и так далее, никогда этим не занимались, никогда не влезали, никогда не писали петиции, там не трогали своих сенаторов, конгрессменов. То есть просто прожили жизнь, имея определенные возможности достаточно большие, никогда ими не воспользовавшись. И с одной стороны мы понимаем, что сам факт наличия гражданства он дает определенные преимущества. Но с другой стороны мы понимаем, что есть все же некая личная ответственность, которая может это преимущество сделать реальностью. И когда мы говорим о святости, мы должны выделить два аспекта святости. Всем нам, всем людям, которые так или иначе причастны к церкви, принадлежит определенная святость. Но при всем при этом есть святость личная. И вот эти две вещи путать не стоит. Ну что многие люди, особенно вот я помню несколько лет назад была вот эта мода, там мы святые, мы царственное священство, да, и иногда эти люди, будучи святыми и царственным священством, вели себя крайне неподобающе в самых разных вопросах. Но при этом вроде как бы все по Писанию. И вот здесь собака зарыта. Собака зарыта в том, что есть как бы два аспекта святости. Есть святость личная и есть святость, которую ты получаешь просто через причастность к церкви. Христос говорил о том, что рассказывал притчу о Царстве Божьем, что вышел сеятель, посеял пшеницу. И вышел враг, посеял плевел. И мне кто-то рассказывал, что плевел, их уже по-моему сейчас изжили, да, то есть их по-моему нету в мире. Это была культура, которая внешне была похожа на пшеницу. То есть тоже до поры до времени это были точно такие же колоски, неотличимы. Но потом, когда наступало время собирать урожай, стало видно, что это колоски уже с пшеничным взрывом, а это колоски пустые. То есть какая-то разница была между ними. Но визуально там очень сложно было определить. Я знаю, там вроде сейчас генетики, кто они, агрономы, то есть каким-то образом изничтожили эти плевелы. Их сейчас, может быть, где-то есть, но по-моему, эту культуру уже извели, не вывели, извели. Но тем не менее мы понимаем, что и плевел, и пшеница до поры до времени находятся на одном поле. И получают благословение этого поля. И те, и те поливаемы, и те, и те как бы там удобряются, и те, и те орошаются, и те, и те получают удобрения. До поры до времени. То есть в любом случае, несмотря на твое внутреннее состояние, несмотря на то, как ты живешь, сама твоя причастность к церкви, она уже так или иначе действует на тебя освящающим образом. Человек, который просто проходит хотя бы два года, два года, три года, будет каждое воскресенье сидеть в церкви, будет каждое воскресенье сидеть в собрании святых, хочешь, не хочешь, он хотя бы чуть-чуть будет освящаться благодаря общению с людьми. То есть у него какие-то уже начнут обкладываться фразы, какие-то клише, да, может быть, иногда он даже будет ими жить. У него круг общения будет другой. То есть у него меньше будет возможностей грешить. И в этом смысле сама принадлежность к церкви – это уже плюс. Я слышал такое выражение, что если ты просто ходишь в церковь, то у тебя такое же право называться христианином, как у того, кто просто ходит в гараж, называться машиной. Но в любом случае мы понимаем, что не всякие заходящие церкви, не всякие находящиеся церкви, он действительно там от всего сердца посвятил всю жизнь Богу, это правда. И не все, что находится в гараже – это автомобиль. Но любой человек, который долгое время находится в гараже, он где-то перемажется вазутом, провоняется бензином, и он, по крайней мере, будет выглядеть как механик. То есть какие-то будут… И уже такой человек, который перемазанный там где-то с маслом, с маской, с этим запахом, когда он будет рассуждать о двигателе внутреннего сгорания, к нему по-любому будет больше доверия, чем какой-то там белоручка придет и будет рассказывать. Скажет, что ты понимаешь, ну, видишь, у человека руки трудяги, там, мозористые, да, от него бензином воняет, у него масляная пляма на штана, значит, что-то он в этом понимает. Хотя не факт. И вот эти два аспекта, мы должны их понимать и мы их должны различать. То, в чем была ошибка Кореи и его друзей, то, в чем была ошибка многих христиан, в том числе и в Коринфе, и христиан в сегодняшнее время. Нам принадлежит святость через причастность к церкви, некая святость. Прибывая в собрании святых, мы в любом случае всегда освящаемся. Но при всем при этом, есть определенные личные усилия, есть определенный личный путь освящения, который мы должны пройти, если мы действительно хотим приступать к Богу. Когда мы приступаем к народу, когда мы приступаем среди прочих, Бог дает своему народу определенную святость. Но, заметьте, один Моисей мог подняться на гору. Там животное какое-то заходило, умирало, птицу надо было, по-моему, пристрелить, или она сама падала, которая залетала на освященную гору. В чем была такая проблема? Это представьте себе, что мы, например, взяли, поймали рыбу в воде, и говорим, рыба, ты всю жизнь прожила под водой, ты вообще не знаешь, что такое пение птиц, ты не знаешь, что такое цветы цветут на лугу, не знаешь, как они пахнут, ты не знаешь, как это вообще веяние ветра, ты не знаешь, что такое действительно солнечный свет, который не преломляется под водой. Мы тебе хотим рассказать, иди сюда, рыба. Мы берем эту рыбу и несем ее, смотри, вот это ромашка, понюхай, да, там, вот это слышишь, это соловей поет, да, вот это сейчас ты чувствуешь такой вот, это ветерок, да, и рыба, она как бы, для нее новый мир открылся. Эта рыба судорожно выпучила глаза, хватает ртом воздух, как бы, и почему-то не очень рада. Почему? Для нее открылся целый мир, мы ее взяли в мир, который для нее прежде был недоступен. Но этот мир убивает ее. Для того, чтобы она могла находиться в этом мире и радоваться ему, что-то должно произойти с природой этой рыбы. То есть она должна учиться в нем дышать, то есть должна поменяться ее природа, соответственно, в природе этого мира. Точно так же мир Божий открывает для нас такие вещи, которых мы не представляем. Но для того, чтобы жить в этом мире, для того, чтобы ходить в этом мире, мы должны преобразиться согласно природе этого мира. Мы читаем, когда Соломон освящал храм, слава Божья сошла настолько сильной она была, что никто не мог стоять. И я знаю, у меня было пару подобных переживаний, я знаю, у некоторых из вас тоже было, когда, слава Боже, было настолько сильно, ты не можешь просто устоять. Кажется, воздух становится таким плотным, его хоть ножом режут, тяжелый. И реально нету никаких физических возможностей. Мы видим пророки, когда видели видение, они падали, там лежали с утками. Настолько для них было тяжелым соприкосновение с этим миром. Там животные умирали, когда переходили черту, которую провел Моисей возле этой горы, которая была освящена. И много мы можем подобных примеров найти. Но какая большая задача церкви? Мы должны нисколько научиться падать в славе Божьей, или не иметь возможности стоять. Нам нужно научиться стоять в славе Божьей, нам нужно святости, нам нужно научиться ходить в славе Божьей. Это наша задача. Потому что легко распростеряться нить, гораздо сложнее устоять. Для того, чтобы мы могли устоять, для того, чтобы мы могли идти, чтобы мы могли нести эти вещи с собой, нам нужно быть причастными этому миру. Но нам нужно, как этой рыбе, научиться дышать. И тогда этот мир станет для нас благословением. Тогда действительно эти переживания будут нам во благо, они не будут нас убивать. Есть два момента. Первое – это святость, которая принадлежит нам просто потому, что мы находимся в церкви. Мы так или иначе как-то освящаемся, больше, меньше, но какой-то процесс трансформации, преобразования в нашей жизни происходит. Но если мы действительно хотим быть святыми не только по паспорту, но и по реализации всего того, что эта святость дает, освящение – это наше участие. И я был очень удивлен, когда я начал искать, что Библия говорит об освящении, оказалось, говорит не так много, как это практически делать. И говорят очень простые вещи. И я так понимаю, что есть базовые вещи, которые мы должны делать, и после этого мы уже можем двигаться куда-то дальше. Мы можем искать какой-то индивидуальный уже пульт, мы можем искать совета у людей, которые где-то в этом продвинулись. Но базовые вещи не очень простые. Если мы посмотрим, самое первое, что Бог осветил, кто из вас знает вообще, что самое первое Бог осветил? Кто-то должен знать в Библии. Это в самом-самом начале, это первое… Первый день. Ну не первое, шесть, седьмое. Осветил Господь седьмой день. Это вторая глава, по-моему. Бог осветил день. Он отделил, он сказал, что день будет особенный. Если мы посмотрим, у всех дней, все дни назывались там первый, второй, третий, четвертый. Тут в нашем языке это очень хорошо. Это уже видно. Понедельник, вторник, третий, четверник, а? На иврите вообще все там идет. Первый день так не есть. А, ну, то есть, я вам решаю, я вам решаю не есть. Уже как бы на Западе там это, ну как бы сделали там, сатурдей, да, суббота, день Сатурна, там, сандэй, день Солнца, там, и так далее. Вот. Но, тем не менее, мы понимаем, что один день, который имел название, суббота. И то это было название не в том смысле, как мы сегодня говорим, суббота, а определенное состояние, определенная, как это сказать, атмосфера, присущая этому дню. День мира, день покоя. Все остальные дни назывались первые, вторые, третьи, четвертые, там, и так далее. Первое, что Бог сделал, Бог осветил время, осветил определенное время. И путь освящения состоит в том, чтобы мы научились отдавать определенное время Богу. Что значит святой? Мы уже говорили, совершенно непохожий, отделенный, совершенно другой. То есть, время, которое мы проводим в противовес своей природе. По большому счету, даже вот воскресное собрание, это противоестественное собрание, состояние для плотского человека. Мы берем свое тело, мы ведем его куда-то, мы заставляем его делать вещи ему неприсущие. Там, поднимаем руки, складываем их, как-то преклоняем колени, склоняем головы, там, говорим что-то. Зачем это тело? Мы определенным образом освящаем это время. Время, которое отдается Богу. Второй момент, связанный с освящением. Это тоже достаточно интересный момент. Исход 19 глава, там, где Моисей как раз получает от Бога скрижали за лето, и это гора, Синай, или какая-то другая, Синай, по-моему, да? Она там трясется, там, может быть, вулкан извергается, там, ну, в общем, страшные вещи происходят, народ в ужасе. И Моисей говорит, вернее, Бог говорит, Моисей, освети народ, потому что завтра должны будете взойти на гору. Освети народ, и там, как бы, очень просто говорится, как им надо осветиться. Пускай выруют свои одежды. То есть помойтесь, постирайтесь, осветитесь. В целом, как ни странно, вот один из аспектов святости, второе, освящение, это ритуальная чистота. То есть мыться, чистить зубы, там, стирать одежды. Третий момент, я, как бы, так быстренько пойду, освящение, это воздерживаться от определенного рода пищи. Не ешь вот это, не ешь вот это, будь свят. Вот это реально Библия, вы представьте сами, вы найдете там еще некоторые вещи, я так уже, как бы, чуть-чуть перескакиваю. И последний момент, это, опять же, первое послание к фессалоникийцам, будьте святы, воздерживайтесь от гунда. То есть, по большому счету, в Библии освящение сводится к чему? Освящение времени, да, следующий момент, это телесная чистота, чистота одежды, потом, это определенная диета, да, и следующее, это, как это назвать, ну, сексуальная чистота, это воздержание от определенного рода отношений. Это то, к чему сводится освящение. И, наверное, неправильно сказать, к чему сводится освящение, это то, с чего начинается освящение. Это базовые вещи, которые всем верующим сегодня нужно усвоить. Мы должны научиться освящать время для Бога, уделять время, которое, ну, никак не связано с нашей жизнью, работой, повседневной деятельностью, время, которое принадлежит только Ему. Это первый момент. Второй момент, в плане одежды, вот очень такая интересная штука, у меня есть определенные пунктики насчет одежды. Моя семья об этом хорошо знает. Я даже не знаю, какие из них я могу назвать, чтобы ближайший раз вас не смутить. Ну, например, один из пунктиков, я не могу одевать классическую рубашку без майки. Как-то так вот. Есть определенный момент, да, вот, ну, например, в определенные места, вот, Тимофей меня постоянно говорит, папа, у тебя же есть шорты, что ты их так редко носишь. А вот есть определенные места, куда я не могу пойти в шорты. Ну, как, я могу, конечно, для меня это, знаете, это как вот, ну, сегодня будет такой день хаоса. Я одеваю шорты, иду туда, ну, не то, чтобы на пляж там, или еще куда-то, да. Один мой знакомый рассказывал, говорит, в самолете, говорит, я начал летать там в самолете еще в 60-е годы, и тогда люди в самолет, ну, садились, это было очень, как, круто. Шли как на праздник, галстуки одевали, да. Говорит, я сейчас не могу понять людей, которые, как это в шортах в самолете. Что это, ну, неприличествует этому месту. Я говорил о некоторых американских пасторах, знакомые там, видел я некоторых видео. Ребята сейчас спокойно в шортах проповедуют церкви. На сцене, как бы, ну, это воспринимается нормально. При этом кто-то заметил, ну, к президенту на прием, он явно в шортах не пойдет. К чему это все веду? В последнее время очень много говорится о том, что церковь, да одевайся как хочешь, приходи, естественно, ты все выпендрежь, ты все понты. И, да, я согласен, очень много в этом плане понтов, очень много выпендрежа. Вот, когда мы идем в какое-то общественное мероприятие, особенно в Украине. И многим мои друзьями говорят, что, да, ты, как бы, там, сильно консервативный, даже не консервативный, как-то там, похуже это называется. Но, тем не менее, смотрите, я обнаружил один интересный момент. У нас есть очень такое хорошее слово, когда мы куда-то собираемся, да? Например, мы собираемся, там, куда-то, на важное мероприятие. Мы там определенным образом одеваемся, там, мужчины смотрят, я смотрю, подходит этот галстук к этой рубашке, там, да? Подходит ли этот поиск, это интуфлям и так далее. Много разных нюансов, да, там, смотрю, носки одинакового цвета. То есть я, как бы, определенным образом уделяю время своему внешнему виду. Вот, я пытаюсь, я называю, там, что ты так долго, да? Я собираюсь в гости, там, я собираюсь на праздник. Дети когда в садике на утренник собираются. Как мы собираем, да, там, эта рубашка такая, там, вот эти банты у девочек огромное белое, да? То есть, понятно, как-то не так все происходит, как если бы мы одевались куда-то там в повседневной, чисток. Так вот, к чему я это все веду? Вот само-то это слово собраться, это хорошее слово, да? То есть, если мы представим себе, что наша жизнь, она такая разбросанная, и мы хотим ее собраться. Вот мы, когда приходим в церковь, мы молимся, мы поклоняемся Богу, по большому счету, что мы делаем? Мы собираемся. Мы собираем вместе мысли, чувства наши, разум, боль. То есть, мы как бы пытаемся собраться, чтобы стать одним целым. И вот очень такой интересный момент. То есть, когда мы уделяем определенное время своему внешнему виду, то так или иначе это где-то способствует нашей собранности. Вот заметили, есть человек, который там, вот он, мысли у него метаются, вот он оделся, он выбежал, там вот, классический пример, вот этот, Пьер Риша, да, там, высокий блондин в черном ботинке, да, там, человек постоянно, он делал там, а, да, 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 там, ботинок одного цвета, там, тут другого, да, то есть, как бы, о чем это говорит? Это говорит, человек не собранный, человек рассеянный. Или вот этот рассеянный, с улицы бассейна, да, который там сковороду надел на голову, да. То есть, ты смотришь на такой человек, и ты понимаешь, у него в жизни нету целостности, да. С другой стороны, ты смотришь на человека, который как-то так одет в одной цветовой гамме, и ты понимаешь, у него есть целостность хотя бы в вашем вопросе, да, там, мы не можем сказать, что он хочет, чтобы он хочет. Но вот интересный момент, когда люди приводили себя в порядок, вот когда вы приводите в порядок свой внешний вид, да, вы так или иначе о чем-то думаете. То есть, определенного рода мысли, связанные с вашей жизнью, вас посещают. Один, я где-то это читал, не помню, кто это говорил. Хочется сказать, что Серафим Саровский, но, скорее всего, не он. Там такой какой-то духовный наставник обучал молодых монахов, как им там достигать в жизни совершенства. Самое простое, говорит, каждый день подметай свои кельи. Будешь каждый день подметать в кельи, уже будет как бы, у тебя совершенно другой настрой. И вы замечали, какой настрой в доме, в котором все вот так вот, перевалят и сидишь, и ты так раз-раз-раз-раз-раз, сложно даже сосредоточиться, поговорить о чем-то. И когда дом, допустим, он бедный, но чистый, и там как бы все более-менее прибрано на своих местах, беседы становятся чище, да, как бы атмосфера чище, разговоры чище. И вот один, второй момент освящения, то есть, первое, это освящать свое время, второе, это содержать в порядке свой дом, свое жилье, свой внешний вид. То есть, это способствует внешняя собранность, она так или иначе начинает перекидываться на внутреннего человека. Почему, когда мы молимся, мы придаем телу некие неестественные положения, да? То есть, когда я молюсь, почему, допустим, я складываю так вот руки? Как это вообще? Где это в Библии написано? Не написано, да? Написано в Библии, там столько вариантов молитвы. Давид молился лежа на постели. Причем непонятно, как он там на боку, на животе как-то молился человек. Бог его слышал, он даже не постеснялся это написать, псалмак. Кто-то на колене. Но мы определенным образом, допустим, вот мы молимся, да, то есть, каким-то образом, даже вот этот вот жест, он что, он выражает определенную внутреннюю собранность, да? То есть, я как-то пытаюсь собрать себя в кучу, да? Я пытаюсь как-то направить себя в одном каком-то направлении, да? Когда я склоняюсь к колене, я тоже как бы весь собираюсь, да? То есть, я уже не смотрю по сторонам, я как-то пытаюсь сосредоточиться, соединиться в чем-то одном. Это второй момент освещения. Третий момент, третий момент, это то, что мы говорим, это диета. Есть очень интересная такая целая там, не теория, а как бы сказать, практика церковной жизни о том, что определенного рода грехи, они есть как бы базовая, а есть те, которые уже на них паразитируют и развиваются дальше. И вот замечали, что люди, невоздержанные в пище, они бывают невоздержаны в других вещах. И говорили, самый простой способ победить, например, похоть плоти, это пост. То есть, вот у тебя мысли дурные в голову лезут, три дня поста, и все мысли только о еде. А чего-то другого тебе уже не хочется. Ну, только о еде, да? То есть, как бы есть какие-то базовые вещи. И вот в Ветхом Завете, да, мы видим там определенного рода диета для народа была предложена. В Новом Завете мы видим такое понятие, как пост. Пост и молитва. И пост – это правильная штука. Книга христианских наставлений Дидахи, которую мы читаем «Время от времени», там как раз написано о том, что посты ваши не будут лицемерами, да? Но поститесь в какой-то там четвертый, шестой день недели. Там среда, пятница. Есть определенная мудрость в том, чтобы время от времени уделять в своей жизни время от времени, чтобы иногда уделять в своей жизни время посты. Что такое пост? Это время отказа от того, что нас поддерживает в этом мире, да? Что питает нашу жизнь в этом мире, для того, чтобы наша жизнь питалась из мира Божьего. То есть, мы отказываемся от пищи для того, чтобы научиться жить, полагаясь на Бога. И пищу эту мы даем там бедным, нуждающимся. То есть, мы разделяем хлеб свой с голодным. И это третий момент. И четвертый момент, связанный с освящением, это определенная дисциплина, да, своих желаний. Это не поддаваться похоти, чтобы мы удерживали себя от блуда. Причем блуда-то, он может касаться не только вот непосредственно того, что мы привыкли называть словом «блуда». Это, если мы можем посмотреть, очень многие моменты связаны с долопоклонствами, от Хамзавети они названы тоже. Блуд, прелюбодеяние, да? То есть, ходить в осветленных богов. И сегодня очень многие люди, они подвержены самого разного рода похотям. Вот, там, девочки подвержены похоти, там, как это, Луи Виттон, например, там, эти всякие сумочки, туфли и так далее. Вот, пацаны, там, подвержены похоти iPhone 6 или какой там уже последний, да? То есть, как бы, есть определенные вещи, ради которых человек готов идти до конца, готов положить свою жизнь, свое время, свои деньги для того, чтобы стать обладателем этого. Какие-то там тенденции модные, да? Какие-то определенные компании и так далее, и так далее. И воздержание в этом вопросе – это наши первые шаги освящения. Когда мы учимся регламентировать свою жизнь, то есть, мы ее бездумно не отдаем туда и туда, но мы оставляем за собой право воздержаться от этого для того, чтобы направить свою жизнь на то, что угодно Богу. Мы пытаемся свою волю каким-то образом подчинить воле Божьей. Эти четыре вещи – это базовые шаги. Это самое первое, с чего все начинается. Это то, с чего начинается путь освящения. И мы обычно всегда, мы, когда говорим об освящении, мы сразу хотим побывать там восхищенными, быть на третьем небе, пребывать в неприступном свете там рядом с Богом, видеть тайны, слышать голоса и так далее. И оно, как бы, может быть и неплохо, но начинается все с этой базовых вещей. И сегодня церковь, сегодня народ в целом, мы нуждаемся в освящении, мы нуждаемся в том, чтобы нам быть более причастными к Божьей природе.